В Кировском федеральном районном суде Екатеринбурга судья Сергей Савинов вынес оправдательный приговор 45-летнему бывшему заместителю начальника уголовного розыска 6-го компрессорного ОПА Рустаму Шабурову, который обвинялся по 286-й части 3-й УК, то есть в превышении должностных полномочий с применением насилия. А статья-то тяжеленькая, до 10 лет зоны в пиковом случае. В 2010 году, тогда будучи ОПЕРом УБОПА, Рустам Шабуров уже был оправдан по точно такой же статье, по той же ее части, и вот он снова вошел в ту же самую реку, бомба оправдания второй раз попала в одну воронку. О злоключениях ОПЕРа Шабурова мы в свое время рассказывали. И уже тогда, на стадии возбуждения против него уголовного дела, у нас возникал легкий скепсис. Какое же это злодеяние, если полицейский ОПЕР сделал свою работу вместо своих коллег, отказавшихся выполнять свои прямые обязанности? Поскольку эти события происходили довольно-таки давно, более года назад, а по нашим стремительно летящим временам это капец как давно, постольку позволю себе напомнить фабулу, как бы преступления, которого по решению суда не было. Началась эта цепь злоключений ночью 18 апреля 2019 года, то есть еще очень сильно до появления в обиходе слова «ковид». Жена Рустама Шабурова, Мария, сдавала в наем доставшуюся по наследству квартиру на Сыромолотова, что на ЖБИ. Снимала ее с виду приличная барышня Вероника. В ту роковую ночь эта самая Вероника бухала с двумя мужиками, и один из них в пылу буханки ее побил. Соседи вызывали полицию, но она почему-то не приехала. Тогда они позвонили хозяйке жилья Марии Шабуровой. Она в 8 утра подъехала на Сыромолотова, застала в адресе бухую Веронику и нашвыренного типа. И в этот момент в дверь снаружи стал ломиться второй бухарь. Мария, обнаружив такой бардак, попыталась забрать у Вероники ключи и потребовала очистить помещение. Но тут в дверь ворвался бухой мужик, коим оказался Александр Варганов, по некоторым данным ранее судимый, который, видимо, не планировал срочно съезжать с этого адреса, и он стал хозяйку квартиры жестко бить. Выволок за волосы на лестничную клетку, ударил головой об стену и косяк, повалил на железобетон и ударил головой об пол, сел сверху и стал бить кулаками по лицу, потом стал пинать ногами и угрожал перебросить через перила с восьмого этажа. Если кто-то смотрел кинокартину «Необратимость», то нечто подобное случилось с Моникой Белучи в подземном переходе после 11-минутной сцены износа, вошедшей в аналы мирового кинематографа. Во время избиения Мария Шабурова каким-то чудом успела позвонить мужу и позвать на помощь, за что наверняка огребла усиленную порцию боли. Рустам Шабуров, будучи в ту пору заместителем начальника уголовного розыска 6-го ОПА, что на компрессорном, позвонил во 2-й ОПА своим жибаевским коллегам, чтобы они, значит, срочно двинули на место избиения женщины. Сам он прибыл на место с другого конца города через 45 минут. Полицейские 2-го ОПА с 40-летия ВЛКСМ до Сыромолотова ехали полтора часа. На месте преступления Рустам Шабуров застал только побитую жену. Ни Вероника, ни Александр Варганов там уже не наблюдались. Мария обратилась в больницу, ей надиагностировали сотрясение мозга, разрыв лонного сочленения таза, травму живота, ну и другие повреждения помельче, типа синяков. Это вред здоровью средней тяжести, это голимая 112-я ОК. Мария Шабурова написала заяву во 2-й ОПА, и ей сказали, «Ха, у тебя же муж ОПА, вот пусть он и ищет того, кто тебя избил». Сценарий как в необратимости. Рустам Шабуров, имеющий к тому времени опыт работы в полиции 23 года, ну, считай ветеран, уже можно выходить на пенсию, Александра Варганова вычислил легко. Благо, данные квартиросъемщицы Вероники были известны. 29 апреля, то есть спустя 11 дней после избиения жены, он взял отгул и в штатском белье поехал шнуровать обидчика своей любимой женщины. Варганов работал в шиномонтажке на учителей 38А. Дальнейшая попала в кадр камеры наблюдения. Опер Шабуров толкнул Варганова в грудь, тот упал на покрышки, ну, далее отправил его в горизонталь, мордой в пол, показал возбужденному коллеге Варганова удостоверение, после чего проводом связал обидчика жены и отвез во второй ОП, в котором клиента ждало уголовное дело по 112-ю К. Кстати, сказать позже, следователь второго ОПА Пластеева вынесла по этому делу постановление о прекращении в связи с отсутствием состава преступления в действиях Александра Варганова. Ну, а последний написал заяву на ОПА Шабурова, который при его крепеже, дескать, превысил свои должностные полномочия, применил насилие. То есть ОПАР прибыл на задержание подозреваемого, под видеозапись очень нежно его крепанул, доставил в отдел, и это сочли преступлением, и против Рустама Шабурова возбудили уголовку по 286-й части 3-й, превышение полномочий с применением насилия. Сейчас в третий раз помяну фильм «Необратимость». Так там за износ и избиение женщины, ее обидчику, ну, точнее, тому, кого сочли по ошибке обидчиком, расплющили голову посредством огнетушителя. ОПАР Шабуров за жену мог оприходовать ее обидчика значительно жестче, но он его всего лишь толкнул на покрышки и связал. Вам тоже показалось это уголовное преследование странноватым? Вот и судья, кировского судья Сергей Савинов, посмотрел на видео, выслушал все заинтересованные стороны, и на этой неделе оправдал Рустама Шабурова, который к тому времени уже уволился из 6-го ОПА и устроился в атомстройкомплекс. Многие качественные еще молодые силовики после службы переходят трудиться в крупные корпорации. Хорошие опера везде нужны. А знаете, почему судья оправдал Рустама Шабурова? Да потому что не нашел в его действиях вообще никакого состава преступления. Ведь он даже не отомстил за жену, он просто сделал свою оперскую работу, надеясь покарать обидчика жены по закону. А закон в лице следователя сказал, что не виновен. Но опять же и сам Рустам Шабуров не виновен. 1-1.